всем добрый день продолжаем рассматривать программное обеспечение по проектированным стенам водяного отопления на канале мы рассчитали при помощи программы Danfoss SO60 basic мощность отопительных установок помещений ну и эти результаты мы возьмем для расчета систем отопления как будет выглядеть расчет систем отопления то есть в данной программе в отличие от предыдущей версии 3.8 то есть мы рассчитаем систему отопления с периметральной системой отопления ну и лучевой системой отопления чем будет отличаться так сразу же хочу сказать что данное программное обеспечение тоже имеет ключ то есть без данного ключа невозможно работать но за исключением только в демо режиме в течение месяца позволяет вам рассчитать при помощи данной программы системы отопления там есть какие-то ограничения по распечаткам по моему так а за лицензию хочу поблагодарить компанию Danfoss как московское представительство так и региональное представительство привозка могут которая выдала данные ключи на ИЖГТУ так ну во первых давайте остановимся в чем принципиальное отличие ну во первых здесь изменились некоторые функциональные возможности данной программы но во первых все те же самые три окна так и остались информационное окно то есть основное окно от рисования системы отопления ну и окошко введение исходных данных табличных элементов системы отопления ну и еще здесь вот тут появилась окошко с выводом ошибок хотя здесь вот оно есть отдельно представлено то есть можно также было вывести ну либо убрать пока либо сократить так еще какие принципиальные особенности но ввиду того что в 6.0 Danfoss basic там рассчитывается объемные схемы то есть и здесь добавили схемы для того чтобы интегрировать эти объемные схемы то есть в эту систему отопления здесь можно вот создавать свои ограждения из тех материалов которые присутствуют в этом списке ну или вновь вводим их как это делается то есть я уже показывал в программе овентроп 5.0 ну и Danfoss 6.0 OZC я упомянул вскользь так что можно посмотреть на на этом канале как все делается также здесь добавилась кнопка стандартных систем теплых полов так ну и еще что здесь появилась так ну во первых изменилась общие данные так это уже результаты изменилась меню общие данные раз раньше было окошко высвечивалось сейчас она непосредственно здесь вот показывает ну и здесь вводится практически все те же самые исходные данные которые вводили в 3.8 ну и за исключением того что здесь появились российские нормативы дальше здесь ввиду того что отрисовка немножко другая добавились структуры по конструкциям ввиду того что информацию берутся из предыдущей программы OZC 6.0 компания Danfoss дальше здесь можно задавать источники различных типов дальше трубопроводы здесь уже можно задавать изоляцию трубопроводов которые вам необходимо дальше арматуру тоже выбирается нескольких типов дальше радиаторы можно применять нескольких типов сразу же напольное отопление то есть другие потребители насосы насосные группы дальше квартирная станция если есть буфер обмена гидравлические стрелки так другое оборудование которое вас отрисовывается в числе и водонагреватели ну и арматура регулировочная если вы хотите спроектировать в однотрубной системе отопления так ну вот основные отличия да и еще здесь появилась ну тут немножко расположение изменилось сейчас вынесли источники на отдельную закладку то есть также остались трубопроводы и различные сопротивления и отрисовка единственно добавилось тут еще отрисовка сразу же двух трубопроводов то есть если предыдущих версиях было по одному то сейчас несколько трубопроводов дальше арматура возле отопительных приборов то же самое осталось однотрубной системы и арматура то же самое осталось дальше отопительные приборы те же самые остались с исключением добавилось то есть стандартные напольные отопительные приборы которые запиты в этой базе программы смесительные узлы то есть они сейчас отдельно располагаются в источниках дальше элементы отрисовки которые не участвуют в расчетах за исключением элементов насоса которые в результате вам покажет напор и расход необходимы дальше также есть система перекрытий осталось так и вот добавилась панелька где отрисовывается у вас то есть элементы ограждений и конструкций здания либо можно не отрисовывать например взять какой-нибудь рисунок вот тот же самый который вам нужно спроектировать то есть также задать размеры линейные и имеют рисунок отрисовывать либо если есть у вас уже файл с расчетом мощности отопительной установки помещений в программе OZC 3d модели то здесь можно автоматически нажать открыть файл с результатами расчета и у вас автоматически все эти планы сюда перенесутся так следующее тоже осталось без изменения здесь размножение дальше стандартные элементы ну и еще тут добавились некоторые блоки дальше различные рисунки которые вам могут быть понадобится на планах там либо еще других схемах так ну и элементы редактирования сохранения и так далее в различных форматах так ну вот что я хотел сказать в первом видео которое будет называться как видение ну и рассказал основные отличия то есть новой версии программы 4.1 ISO от предыдущих версий всем спасибо за внимание до следующего видео разбора данной программы на конкретном примере до свидания